Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 15 октября, понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, глава 4, стихи с 10 по 23. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Я весьма возрадовался в Господе, что Вы уже вновь начали заботиться о Мне. Вы и прежде заботились, но Вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем Меня и Иисусе Христе. Впрочем, Вы хорошо поступили, приняв участие в Моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме Вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу Вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Ипофрадита, посланное Вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду Вашу по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему, слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует Вас, находящиеся со Мною, братья. Приветствует Вас все святые и наипачи из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми Вами. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять над посланием апостола Павла к филиппийцам, над его четвертой главой. Это завершающая глава, и мы уже могли услышать, как апостол Павел пишет типичное для писем тогда завершительное приветствие. И в этом отрывке апостол говорит прежде всего о той финансовой помощи, которая была ему оказана филиппийцам. И действительно, такие теплые отношения, такая ласка и такая забота, которую апостол Павел проявляет к филиппийцам, она неудивительна, конечно же, если мы говорим об апостоле Павле, но все-таки она примечательна, потому что именно такой теплый, именно братский разговор с филиппийцами отличается от других посланий апостола Павла, где он вынужден защищаться или же наоборот вразумлять. Здесь же очень миролюбивый, очень братский тон апостола Павла. И заметим, что он называет филиппийцев братьями, а некоторых других, например, общину Галатии, он называет чадами. И когда апостол Павел хочет кого-то вразумить, кого-то поставить на место, он называет тех чадами. Когда же он хочет благодарить, он называет братьями. И вот он пишет, «Я весьма воздавался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». И апостол Павел получает от них, от филиппийцев, получает и получал неоднократно уже денежное вспомоществование. Все мы знаем из других посланий, что апостол Павел придерживался строгого принципа, что он не берет деньги с той общины, в которой он находится и которой он проповедует. Чтобы не зависеть от них и чтобы никто не говорил о том, что он проповедует ради личной корысти, ради личного обогащения. И апостол Павел очень ревностно следил за собой в этом отношении и не брал денег с тех, кому проповедует и с тех общин, в которых он находится. Но в данной ситуации у него особое отношение к филиппийцам и он не у них находится, он находится в заточении. И та помощь, которую оказали ему филиппийцы, выслав деньги вместе с Ипофродитом, о котором мы уже с вами говорили, это, конечно же, его очень порадовало. Но есть некоторые маркеры в этом послании, которые говорят нам о том, что радость его не является радостью человеческой. И об этом нам говорит он следующим образом. «Я весьма возрадовался в Господе». Не своей личной человеческой радостью, которая производится тогда, когда мы получаем свое жалование и у нас есть мечты, на что мы потратим эти деньги, но радостью именно духовной в Господе, которая возникает от того, что он понимает, что о нем заботится. И именно этой заботе скорее он радуется и радуется в Господе. и он радуется тому, что они уже смогли встать на ноги, ведь когда он первый раз приходил, они не смогли ему практически ничего дать. Но сейчас они встали на ноги, у них есть возможность дать и он благодарит их за это в Господе. Говорю это не потому, что нуждаюсь, тут же он оговаривается, что он больше ни в чем не нуждается, что не нужно больше присылать в принципе. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Опять мы видим, что апостол Павел не сводит все к себе. Он говорит о том, что в принципе я не нуждаюсь на самом деле в деньгах так, как это могло показаться бы на первый взгляд. Ведь на самом деле я, говорит апостол Павел, научился жить и с легкостью переносить тяготы этой жизни, он достиг некой добродетели, некого своим аскетическим трудом, некого подвига, нестяжательства. В том смысле, что цель его проповеди абсолютно не деньги, абсолютно не слава. И он это показывает и говорит о том, что моя цель это Христос. И только благодаря тому, что его цель это Христос, он все это и может делать. Главное в его жизни это Христос. И поэтому он все может в укрепляющем его Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорбе. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Это, опять же таки, апостол Павел вновь и вновь выражает благодарность филиппийцам за их помощь, но вновь и вновь говорит о том, что говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. Плод этого деяния филиппийцев, то есть их милостыни, это возникновение добродетельное. Они стремятся помочь ближнему и делают это как могут. И он апостол Павел говорит о том, что он ищет не денег, которые они ему пришлют, но того благорасположения, которое возникает в их сердцах, и они готовы жертвовать апостолу Павлу и другим христианам. Я получил все и избыточествую. Опять он говорит о том, что у меня есть все и даже есть избыток, изобилие. Я доволен, получив от Епофродита, о котором мы уже говорили, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. И далее он завершает свое послание благословением и приветствиями. То есть это типичная концовка любого письма. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о воскресшем Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взяться великолепие Твое превыше небес.